Сахар, ты сейчас чистенько делаешь сальто в группировке, высоко, как мы тренировались. Молодец. Секция спортивной акробатики и прыжков на батуте работает Сайногорский в течение двух лет. Желающих взмывать в небо и крутить сальто хватает. Занимается с детьми предприниматель Евгений Абросимов, который уверен, что батут и акробатическая дорожка полезны всем. Можно не просто развиваться физически или поддерживать форму, но и делать первые шаги в сторону спортивных достижений. Мы в 2019 году подавали проект на бизнес-план, выиграли грант на приобретение оборудования, что непосредственно помогает тренировать ребятишек, заинтересовать их, больше привлечь, ну и, естественно, подготовить хороших спортсменов. Предприниматель подчеркивает, для того, чтобы выписывать красивые кульбиты, нужны усердные тренировки. Веселые, интересные и даже забавные. А вот эта поролоновая яма – вещь достаточно интересная и необычная. Нужна для отработки прыжков. Ну, на моей практике я впервые бываю в таком месте, и ощущения не забываю. Баснословных денег бизнес пока не приносит. Евгений Николаевич разводит руками, на то он и социальный. Зато удалось найти в городе металлургов настоящих спортивных звездочек, которые готовы променять любое свободное время на тренировки с ветерком. Это мое хобби. Мне просто нравится спорт. И мне нравится прыгать. Тренироваться и успехи получать. Я была в Минусинске, занимала несколько первых мест. Второе занимала здесь, в Савиногорске. И в Красноярске я заняла пятое место и поеду на Россию. В Минэкономразвитиях Акассии напоминают стать участниками программы и побороться за гранты еще есть время. Для этого субъекты малого и среднего бизнеса, которые занимаются социальным предпринимательством, должны подать ведомству необходимые документы. Крайний срок – 30 апреля. Андрей Пахамов, Андрей Доржун, РТС.